В Ненецком округе стартовала акция «Живи лес». Она будет проводиться в регионе с 1 сентября по 31 октября. Участники произведут уборку лесов города Нарьинмара и прилегающие к нему территории от бытового мусора. Центральное мероприятие акции пройдет в Нарьинмаре 17 сентября. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в Ненецкое лесничество. Необходимо сообщить, сколько примерно человек предполагает выйти на уборку, куда, необходимы ли мешки для мусора, рукавицы, транспорт для доставки в лесные массивы, а также оставить контактную информацию. Впрочем, убирать мусор в лесу можно не только в рамках акции. Для борцов за чистоту природы разработано и запущено специальное мобильное приложение. Прогуливаясь по лесу, мы зачастую можем наткнуться вот на такие вот кучи мусора. Теперь сообщить об их местонахождении мы можем с помощью специального мобильного приложения, которое называется «Береги лес». И этот мусор будет отсюда вывезен. Разработчики этого приложения предлагают собирать мусор в кучи в местах, позволяющих добраться к нему на грузовом транспорте. После уборки сфотографировать кучу мусора и выбрать на мобильном приложении функцию «Сообщить» – тему «Свалка мусора». Сообщение необходимо отправить непосредственно у кучи мусора, чтобы поступившие сообщения в Ненецкое лесничество координаты местности позволили мусор найти. Идейные вдохновители утверждают, что мусор вывезут в течение двух дней. Мобильное приложение, оно скачивается на мобильные телефоны. Там есть функционал, который предполагает возможность направлять сообщения с фотографией, с координатами этого места в нашу диспетчерскую службу лесного хозяйства. Мы на месте после получения сообщения определяем координаты и сообщаем информацию. Мы будет чистый город, то есть аккумулируем информацию и потом уже им сообщим, где, в каких местах собраны кучи, чтобы они уже одномоментно в день-два выехали, нашли этот мусор и освободили территорию массивов от мусора. Всероссийская акция «Живи лес» направлена на привлечение особого внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России – Елена Семёнычева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Спасибо. Продолжение следует...